Всем здравствуйте! Начинаем новый влог. Я неделю ничего не снимала, переживала. У меня продолжается история со шкафом. Сейчас я его покажу. Мне его собрали. Где-то 4, наверное, с половиной часа его собирали. И в самом финале сборщик говорит, вы знаете, у вас неправильно просверлены отверстия для ручек. Эти ручки сюда не подходят. Даже, говорит, если бы я захотела исправить ситуацию, к этим ручкам вам не положили правильное крепление. Я была в шоке. Я просто была в ауте. Ну ладно, 10 дней я жду, или сколько там, не знаю, до Нового года решится ли вопрос или нет. И мне позвонят с фабрики, либо они фасады заменят, либо они ручки какие-то другие предложат, либо они крепления подвезут. Я не знаю, что там они решат, но очень все долго. Я звонила в эту фирму, они сами ждут действия от фабрики, а вот так вот оперативно один из вариантов рассмотреть они не готовы. Ладно, дай мне сил и терпения, господи. Сейчас я собираюсь к родителям. На этой неделе мне привезут кровать, пожалуйста, хоть бы без косяков. И мы там собираемся поехать в магазин. Нужно подумать насчет зимней резины. И еще я выкидывала папу за время поездки, по-моему, из Казахстана в Россию. Колпак отлетел на колесе. Я его родные колпаки все выкинула. Купила китайские. Они начали отлетать. Я вчера нашла объявление на авито от подходящей машины родные колпаки. В общем, я сделала вечером, купила. Надеюсь, они подойдут. В общем, вся вот эта котюрьма каких-то интересных вопросов, которые я раньше никак не касалась. Теперь вот взаимодействие очень интересно складывается. Может, поэтому я не снимаю, потому что все, что происходит впервые, что вот как-то решается, я не могу в моменте снимать. Мне надо, чтобы время прошло. А, я еще шкаф уже обещала показать. Пошлите. Так, вот шкаф. Мне он очень нравится. Он устраивает меня по размерам, по внешнему виду. Я его не отмывала, потому что вот узнала про историю с фасадами, ничего не трогала. Хочу, чтобы уже были ручки на месте. И тогда я его заполню, отмою, уберу все лишнее. Сейчас он открывается снизу. Вот таким образом открывается шкафчик. Тоже тут ничего не мыло. Ну, как бы настроение такое, что хочется готовый вариант привести в порядок. И потом уже думать. Ну, в общем, что-то, что-то такое. Потом, может быть, как-то подробнее покажу. А так все хорошо могло бы быть уже, но будет чуть позже. Поке взяла. Себя взяла, пока собиралась. О, как жарко. Хотя сейчас, конечно, на улице будет дубачье. Мне сегодня доставили кровать, сразу собрали. Заказывала на зоне и кровать, и матрас у одной и той же фирмы. Все отлично. Вроде бы без проблем. Сама кровать мне нравится. По стилю такая серенькая. В цвет комнаты. У нас так пасмурно и холодно. Я даже... Ладно, не об этом сейчас. Ну, вроде все прилично. Пока здесь нет шкафа. Можно что-то хранить здесь, наверное. Но пока не знаю что. У меня мало предметов хозяйственных. Но скоро их будет больше. Так. Все. Нормально. Справилась. Ну, тут все прилично. Останется заказать шкаф. Только не знаю где. Тумочки. Наверное. Ну, и, конечно же, вот здесь вот это все. Потолок, светильники. Еще много чего делать. Ну, какие-то основные такие штуки уже круто. Мне нравится. Как тут все вписалось. Вроде бы так приятненько смотрится. Наверное, сегодня буду в этой комнате ночевать. Наконец-то соберу диванчик. Поставила стирку постельную. Собрала мусор, который собрался от кровати, матраса. Сейчас пойду это все выносить. Еще я хотела показать покупки вчерашние. То, что купили в продуктовом магазине. Там не так много. В основном различные там какие-то... Что это такое? Кефиры. А мне купили обувь. Евро-зима. Такого отличнейшего качества. Ну, ладно, я это сейчас отрежу. Не очень важно. Вот такие ботинки внутри. Вроде вот как бы даже и мех. Ну, у нас такая погода, что я думаю, что скоро их буду носить. Только остается вот зимнюю куртку привести в порядок. Потому что я хотела обновить зимнюю куртку. Но что-то решила просто сдать свою химчистку. Да что ж, я никак не догадаюсь. Пусть пока лежат. Ждут момента. Выносила мусор. Зашла в магазин. Купила вот эту икру с копченым лососем. Полюбила ее на завтраке. Сыр. Хлеб, конечно же. И что я еще взяла? Вот такое масло сливочное. Его взяла в вкусвиле. Дорогое, но вкусное. Короче, вот знаете, как вкусняшку его взяла. Молодцы, она, конечно, такая, как говорится, небюджетная. И вот такие все сухарики. Не знаю, захотелось. А, гренки. Это пшеничные гренки. Собираюсь есть эти гренки и пить чай с молоком. Не знаю. Вот прям в охотку. Масло, чтобы не соврать, по чеку 332 рубля. А в пятерочке я закупилась на 532 рубля. Ну, так вот я потратила 800 рублей. Мне кажется, самое нецелевое из расходований средств. Ну, что поделать. Наступило время завтрака. Ой, сегодня шикую. Вот это вот невероятное сливочное масло. Прям действительно я чувствую его вкус. Икра. Копченого лосося вчера показывала 2 яйца. Здесь еще сыр, перчик. И все это мой стандарт. Ну, перчик не всегда. А вот такие бутерброды прям последнюю неделю постоянно. У нас дождливо. Ну, я таки сходила. Забрала куртки, которые я относила в химчистку. Вроде тут все нормально. Куртки зимние. Скоро как раз похолодает. Здесь у меня такое черное пятно было. От рюкзака или от чего, не знаю. Сразу отдала в химчистку и куртку мужа. Они лежали довольно давно без какого-то эксплуатирования. Ну, и плюс они, конечно же, распушились. И все пятнышки там ушли. Я по своей куртке вижу. Думаю, если с белой все так гладко, с рукавами, с карманами, то там как бы тем паче. Перешла в другую комнату, потому что в той вообще как-то все темно, пасмурно. Желтый свет. Здесь еще более-менее. И что там я про куртки рассказывала, подготовила и ту, и ту к зиме. Не знаю, приедет муж или нет. Вообще все очень странно. Он сейчас и не в Эмиратах, и не в России. Ну, как бы в командировке. Как будет что-то более-менее понятно, известно, я, конечно же, расскажу. И все-таки, наверное, распакую вместе с вами, даже при любом освещении, коробки Озон. Потому что я не выдержу, мне хочется посмотреть, что там у меня за плед, пришел на эту кровать. Плюс я заказала постельный. Сейчас все пронесу, посмотрим. Может здесь свет включить? Не знаю, стало лучше или нет. Коробки открыла. Здесь довольно уже все просто упаковано. Тоже, конечно же, серый. Сейчас посмотрим. Примерим. Ой, он не серый, он какой-то синеватый. Ой, такой какой-то. Ну, в принципе, нормально. В принципе, ничего. Я думала, он будет прям серый. А он какой-то синеватый. Ну. Ладно. И все. Жон синий. Какие-то косяки вечно у меня. Так, общий вид смотрим. Нормально. Вроде ничего. Можно уже закрыть эти шторы. Чтоб, так сказать, меньше видеться с соседями. Ой. Сама вешала. Еще не отпали. Все равно, как бы, больше света оттуда нет. Нормально. Ну и постельная. Постельная заказала такое недорогое. Но по отзывам вроде прям хорошего качества. Интересно, какой в итоге был цвет. Конечно же, я пыталась заказать серый. Но что там на самом деле, непонятно. Блин, зря, наверное. Ну, блядь, я все равно постираю. Так что ладно. Ничего страшного. Что я распаковываю это все прям здесь. Заказала также на озоне. О, за цвет. Почему тут синий? Ой, носочки в подарок положили. Хорошо. Приятно. В общем, смотрим, да, девчонки? Ну, серый вроде, да? Комплект. Простыня на резинке по кругу. Двухспальная. 180 на 215 под одеяльник. Простыня 160 на 200. Плюс 25 сантиметров. И наволочка 70 на 70. Вот с наволочкой, единственное, я не очень угадала. Может быть, потом появятся подушки 70 на 70. У меня сейчас 50 на 70. Но я знаю, как завернуть эту наволочку, чтобы она подошла на подушку размером меньше. Что тут у нас? Все. Вот эта вот простыня на резинке меня устраивает. Ну, вот эти наволочки. Учитывая, что у меня здесь вообще никакого комплекта нет, очень даже неплохо. С одной стороны серая какая-то нитка, а это... С другой стороны вот такая розовая. Ну, на самом деле, цвет пыльной розы, а с таким освещением она кажется какой-то даже... Ну, так она на камере блеклая более. Так в жизни она более розовая. Ну, все. Сейчас вот у меня будет активная стирка. Вроде бы я вам все рассказала, показала, что у меня было нового. Про шкаф вообще никаких нет хороших новостей, только плохие. Их рассказывать не хочу. Про все эти встречи, созвоны, странные диалоги, общение с менеджером, их полное отсутствие какой-то реакции. Пусть это все скорее закончится, и я вам расскажу и покажу, как я уже... У меня все будет хорошо в шкафу, со всеми нужными деталями в этом шкафу. Сюда я не знаю даже пока, где заказывать шкаф. Пока та эпопея не закончится, мои нервные клетки не могут распространиться еще на эту комнату. Я даже как-то стала меньше проявляться в телеграме, потому что когда нервничаешь, хочется поскорее, чтобы все прошло, все было хорошо, и на таком хорошем, ровном фоне уже делится информация. Когда ты немножко взбудоражен и взбешен, кажется, что лучше быть где-то в тишине, в затворничестве, что совсем никогда не должно быть, по идее, свойственно блогеру. Я не знаю, пока ситуация такова, но буду потихонечку возвращаться. Вроде бы уже появилась кровать, как-то стало веселее жить от этого. Вообще, наверное, это первое наше с мужем обычная стандартная кровать купленная. Да, потому что в отдельно такой стоящей комнате, в общем, можно сказать, целое событие. Ну, так и есть. На этом, наверное, видео будет заканчивать. Постараюсь его выложить сегодня, 17 октября. Не знаю, сколько это, правда, уже будет время, пока он сохранится, пока загрузится. Если нет, то выложу завтра. Посмотрим. Всем желаю хорошего настроения, прекрасного новостного какого-то вот этого фона. Как бы там что ни было, берегите себя, выживайте прямо здесь и прямо сейчас. Должны просто делать добрые дела, чтобы чувствовать покой в душе. И всё, наверное, на этом. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова